Доброе утро, дорогие друзья! Итак, новая неделя, реки в главах, но давайте все-таки закончим про молитву, потому что тема молитвы мы упоминали, но, как говорят, не раскрыта. Мы уже говорили о том, что Талмуд определил человека как существо молящееся. И будучи создан по образу и подобию Всевышнего Человека, наделен такой божественной душой. Бог, как сказано, вдохнул в него душу живую. И благодаря этому мы обрели уникальную способность обращаться и разговаривать с Хозяином мира через молитву. Такой не имеет никто. Мы можем разговаривать с тем, кто создал все. Надо вдуматься в это. Это невероятная вещь. Силой молитвы написано, что человек может отвратить вынесенный ему наверху приговор. Каждый приговор обусловлен определенным состоянием внутреннего мира человека. И меняет этот мир с помощью молитвы, человек меняет свою судьбу. Это такую модель нам рассказывали мудрецы. Надо учитывать еще то, что Богу не нужны наши молитвы. Он знает, что для нас хорошо. Но мы в них нуждаемся. Нуждаемся, чтобы усвоить и напомнить себе, что нам некому больше обращаться. Что любые другие для успеха пути, они почти всегда ложные. Один из еврейских мудрецов задавался вопросом. Почему молитва меняет приговор Всевышнего по отношению к человеку? Ведь если человеку предначертаны определенные страдания, сложности, это же для его пользы, в частности для искупления грехов, сказано все на пользу. Почему так? Если он не испытает страдания, ему же будет недоставать какого-то духовного совершенства в следующем мире. Никто не задумывался, зачем. И на это отвечали мудрецы, что молитва возвращает человеку, точнее не так, молитва, она как бы возвышает человека и подымает его на новую ступень. И такому человеку уже не нужен тот приговор и те страдания, которые были нужны пять минут назад. В этом суть этого. Ну и давайте Майсу Воскресную, Раф Мардыха Ильяу, который впоследствии стал главным сефарским раввином Израиля. Он был самой молодой религиозной судьей здесь, и он вошел в состав раввинского суда. И вскоре после назначения своего в суд он увидел женщину, сидящую на улице у входа в раввинский суд, читающую книгу Тегилим со слезами на глазах. И это повторялось изо дня в день, много дней. Однажды он пошел, говорит, скажи, что ты здесь делаешь? Почему ты сидишь каждый день рядом с судом и читаешь псалмы? Она ответила таким сильным марокканским акцентом, она приехала из Марокко. Недавно приехала из Марокко в Израиль, и как только я поселилась в Бершире, стала искать местного раввина, потому что в Марокко мой муж был водителем такси. И через 10 дней после нашей свадьбы он выехал из города, и больше я его никогда не видела. Я слышал от людей, что он погиб в результате несчастного случая, но я не нашла ни тела, не знаю что, и осталась агуной. Агуна это называется женщина, муж, который пропал без вести, она не может вступить в повторный брак. Пока не будет установлен факт смерти супруга. И вот я приехала в Израиль, подумала, может здесь найдется раввин, который поможет мне, я смогу снова выйти замуж, молодая. А почему ты не заходишь в суд, говорит, что ты сидишь здесь ухода? Она говорит, а кто вы такие? Вы только посланники мира. А я молюсь Богу, Создателю, в руках моя судьба. Рафель Яго был совершенно потрясен силой веры этой женщины. Он начал обыскать тех, кто ответственный за погребение, были из возвращавшихся Марокко, поехал к Бабисали, ему назвали человека, он поехал к нему, что он живет один в Кириат Арби, а другой в Димоне. Он поехал в Димон, у ближайших городов, прибыл в дом-могильщика и увидел на двери записку, на которой написано, что хозяин скончался несколько дней назад, и его близкие сидят шивут, семидневный травм. Ну, Равин, что делать? Сел, повалился, надеялся, что присутствующий, может, дашь ему подсказку. Он начал рассказать историю такси, упомянул имя покойного. В это время глав стал старик, один в традиционную марокканскую плащу, говорит, я, я второй могильщик. Мы вместе с другом похоронили таксиста, и все это было. Рафель Яго поспешил пригласить двух евреев, создал Равинский суд, и сняли показания, и на следующий день он предоставил женщине разрешение на повторный брак. Казалось бы, что это же не мир сдвинулся, но это была судьба человека. И рассказывает историю, Рафель Яго всегда подчеркнул, такова сила молитвы, исходящая из чистого сердца. Ну, и знаете, что еще надо точно знать? Молитва за себя, сказали мудрецы, она просто необходима. Тот, кто не просит у Бога здоровья, мира, благополучия для себя, для своей семьи, то проявляет в этом огромный недостаток веры. Ибо все эти вещи необходимы человеку. И если человек на самом деле считает, что полностью зависит от Всевышнего, то не имеет права ни молиться, ни просить об этом. Вот об этом всем надо задуматься, еще вступать в такую замечательную неделю, неделю главы Эггев. Брахавы от Слаха, хорошего дня, хорошей недели, и чтоб скорее на земле установился мир и пришел Машеах.